Добрый вечер, господа. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время» в студии прямого эфира Юрия Пронько. Буквально через минуту я вам представлю моего сегодняшнего гостя. И напомню вам сейчас, прямо сейчас, средства нашей коммуникации. Многоканальный телефон номер 651099, 6, код Москвы 495. Портал в интернете finam.fm для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Кроме того, я подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Туда вы можете также направлять свои комментарии, вопросы. С 7 до 8 у нас гость в студии прямого эфира. С 8 до 9 будем подводить итоги дня. Я сегодня взял 4 темы. Первая тема. Пригожин поддержал суд над Пуссирайта. А Валерия защитила Путина от Собчак. И у нас будет Иосиф Пригожин, продюсер и супруг певицы Валерии. И вы знаете, что фактически Ксения Собчак ответила уже посредством нашей радиостанции, дав нам интервью. И мы этот фрагмент обязательно вам еще раз повторим с 8 до 9. Далее тема. Должник по расчету. Как инвесторам вернуть свои деньги. Поговорим о вообще инвестировании в нашу страну. Понимаете, это такой клубок проблем. Я так очень мягко и выверено сейчас это произношу. Что заставляет очень многих задуматься, а стоит ли вообще этим заниматься в Российской Федерации. Третья тема. Не знаю, популизм или реальность, но премьер Дмитрий Медведев сегодня призвал ужесточить политику России в области миграции. У нас будет великолепный собеседник, великолепный эксперт. Это Наталья Зубаревич, человек перед знаниями, перед опытом которого я преклоняюсь. Снимаю свою кепку. Директор региональных программ Независимого института социальной политики. И четвертая тема. С актрисой Светланой Немоляевой. Мы сегодня вспомним ушедшего от нас легендарного режиссера Петра Фоменко. К сожалению, это произошло. Светлана будет у нас в следующем часе. Вот примерно так мы с вами будем работать. В ближайшие 120 минут на волнах Финам-ФМ. Но прямо сейчас здесь в студии прямого эфира Дмитрий Орешкин, политолог. Дмитрий, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, вот вы за эфиром меня спросили, о чем мы будем говорить. Я предложил вам о жизни поговорить, потому что на самом деле то, что сейчас происходит, можно к этому относиться по-разному. И можно заходить с разных точек зрения. Ну вот у нас представители шоу-бизнеса очень активно решили вступить на политическую тропу. Корят Ксению Собчак за то, что она, в свою очередь, высказывает свои мысли, свои соображения. Это один ракурс. Другой ракурс. Сейчас в 18 часов у здания СКР была акция протеста. И уже известно, что задержан лидер Левого фронта Сергей Удальцов, по всей видимости, и другие активисты. А есть третий ракурс. Это решение, которое принимает государственная власть, принимает законы, которые не просто работают, а которые уже реализуются. Я хочу задать вам вопрос. Вот вам комфортно сейчас в России летом 2012 года? Нет, мне очень некомфортно. И чем дальше, тем неприятнее. И, понимаете как, не так страшны события, как их ожидания. Вот очень отвратительно. Ты ждешь плохого, и оно случается. А логика такая, что от этого плохого будет следующий ход к еще более плохому, потому что выхода из сужающегося коридора не видно. То есть поменять систему власти с помощью законных, легальных методов электоральной демократии, вряд ли возможно. Они не могут уйти из власти, потому что... Ну вот, оглянемся на Монголию. Бывшего президента за коррупцию посадили. Оглянемся на Южную Корею. Там целых двух подряд президентов посадили. Причем припомнили все. Ну да. А может и не все, но хватило. Вот те, кто сейчас при власти, понимают, что им тоже хватит. Поэтому уйти они не могут. А для того, чтобы сохраняться при власти, им приходится завинчивать, завинчивать, завинчивать и пугать, пугать, пугать. То есть получается и власть, и общество в определенной степени заложники? Кто в большей степени? Я думаю, что в большей степени власть. Потому что у общества есть отдушина. В конце концов ты можешь жить по трем стратегиям. Утекай. Значит, сложил в чемодан, уехал. Что плохо. Вторая стратегия. Обтекай. Вот есть вертикаль, есть у нее основы, а ты где-то между ними там решаешь свои задачи. Особенно не вылезая. И есть третья стратегия. Мне понравилась эта формулировка по поводу обтекать. Окупай. Вот это встречает растущее сопротивление тех людей, которые удачно обтекли или встроились в эту систему. Но я этих людей уважаю, потому что они понимают, что надо что-то менять. Потому что не все удачно встроились. И далеко не у всех есть хорошая возможность оказаться, например, в позиции Валерии. И ее достойного супруга. И главное, что суммарная, скажем так, конкурентоспособность, привлекательность, инвестиционный климат в стране ухудшаются. Деньги убегают, люди убегают. Не все готовы обтекать. И страна превращается в захолустье. И это так как-то чувствуется. То есть вы считаете, что Россия реально становится захолустьем? Понемножку да. Вот вы знаете... Я почему обращаю внимание, достаточно жесткая такая формулировка. В 90-х поганых, лихих и прочих годах каждый маленький хозяйчик перед своим магазинчиком или ларечком старался... Комочком, так это называлось. Навести порядочек, как-то угодить клиентам, еще чего-то. А сейчас опять появляется такое ощущение, что горе, но все огнем. То есть все как будто бы не живут, а доживают. Нет ощущения завтра, нет ощущения будущего. Кто-то говорит, да вот я заработал миллион. Да уеду я лучше в Чехию, какую-нибудь тихую, на старости лет. Буду на этот миллион жить, доживать. А кто не заработал миллион, тот, в общем, еще и не видит шансов его заработать. Он всю жизнь ходит на эту службу и, в общем, надеется, что он получит зарплату. И те не видят перспективы, и эти не видят перспективы. Перспективы только у тех, кто вот наверху небожители и сами себе продолжают пребывание во власти, сами себя отпускают грехи, сами себя избирают с помощью фальсификационных технологий. И, в общем-то, им комфортно, ну как комфортно мухам на разлагающемся теле. Вы знаете, меня потрясли два таких факта. Казалось бы, они мелкие, локальные, касаются двух конкретных персон. Что их обсуждать в глобальной российской политике и тех координат вызовов, которые существуют. Пункт первый, значит, два дня подряд государственная пропаганда рассказывала про Андрея Бородина. Я напомню, это бывший руководитель Банка Москвы. Да, они сообщали о том, что это беглый бизнесмен, но из трехминутного репортажа, три четверти которого было посвящено тому, что он приобрел особнячок, установил новый рекорд на рынке недвижимости Великобритании за 140 миллионов фунтов. Я не понял госпропаганду, для чего они это делали. Но это вот просто факт, и это стало новостью для них. Пункт второй. Я, безусловно, не против того, чтобы наши чиновники, депутаты отдыхали в Забугорье, которое здесь они, по крайней мере, по официальной версии терпеть не могут. И всячески говорят, что здесь одни адепты Госдепа, кто выходит с белыми ленточками, ну и все те пафосные высказывания, которые мы не единожды уже слышали. Так вот, один из инициаторов скандальных законов, господин Сидякин, Дмитрий, вам также известный, да, депутат Госдумы, Единоросс, экспортирует, я цитирую сейчас его высказывание в Твиттере, экспортирует демократию в Соединенных Штатах, Соединенных Штатах. В своем лице? Отдыхает, да, да, да. То есть он поехал, он отдыхает, и вот так вот, я не знаю, это стеб, не стеб, юмор, может, там, знаете, как американский такой юмор, тонкий, да, есть британский реально тонкий, а это а-ля Америка, да. Меня подражает, больше всего потрясает их цинизм. Мне хочется сказать только одно, Дмитрий, вот я не против, езжайте, учитесь, экспортируйте, нас не учите жить. Но это их работа, нас учить жить, и именно за это им позволяют зарабатывать или получать, правильно сказать, такие деньги, которые позволяют отдыхать в Соединенных Штатах. Я тоже не против, если за свои честно заработанные. Ну, не такая же большая зарплата у депутата Государственной Думы, там порядка 100 тысяч, кажется. Ну, в общем, хватит в Америку. Да, а перелет в Америку не рубль 20 стоит. Ну, наверное, ему хватает. Проблема не в этом, проблема в том, что есть такая вещь, как коррупционная скупка лояльности. Мы тебе позволяем делать то-то, то-то и то-то, прекрасно, и про тебя, на самом деле. И это очень даже хорошо, что мы про тебя знаем, потому что ты у нас на крючке. Но ты взамен веди себя правильно и можешь ездить в Америку. То есть, если что, мы тебе по башке это дадим сразу, молниеносно. Конечно, и ты знаешь это, и я знаю это. Таким образом, такой консенсус образуется. А взамен ты народу объясняешь, что Америка недемократичная страна, она нуждается в экспорте демократии из России, а Мадонна вот такая вот престарелая Б, которая... Высказывание Рогозина в курсе, да? Да, конечно. В Твиттере, да. И таким образом они укрепляют патриотизм. Это их работа. А, это укрепление патриотизма. Ну, конечно. Вот об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут, это реальное время. А политолог Дмитрий Орешкин сегодня у нас в гостях. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Дмитрий, о патриотизме. Я просто ухвачиваюсь за вашу фразу, то, что они насучат патриотизму, любви к родине. Есть один депутат, который... Вот я пять лет, да, работаю в этой программе на радиостанции Финам.фм. Который меня поносил, что я не патриот. Что я высказываю нелицеприятные вещи в адрес власти. Что задаю вопросы, да, которые считаю необходимым. И ожидаю не заранее заготовленные ответы, а предметный именно разговор. Да, мне не нужны вот заготовки. Выяснилось, сыночек и дочечка, я бы ни в коем случае не осуждаю, уехали учиться в Канаду. Такое бывает. Этот человек продолжает мне рассказывать и слушателям, и я его вижу на телекране, да, российский. Я терпеть не могу российское телевидение, но иногда я его смотрю в силу профессиональных обязанностей. Я вот хочу понять, это вот что? Вот назвать это двойными, тройными стандартами, это, по-моему, уже даже язык не повернется. Ну, это уже врожденное. Понимаете, он же вам объяснит, что он отправил туда детей для того, чтобы они там приобрели навыки, а потом помогали родине, как, например, госпожа Чапман, где она, в Британии или в Америке, она помогала родине. Ну, и они тоже на пользу. Тут есть очень важная вещь, которая называется расхождение между декларативными составляющими имиджа и реальной жизнью. Люди ведь не потому уезжают из России, что ее не любят. Люди уезжают, потому что им надо заработать, потому что им надо лечить родителей, например, лить детей, а лечить лучше их все-таки в Германии, там, в Израиле, Канаде, где угодно, но не у нас, в городе Дубровка, Брянской области. Люди уезжают, потому что им надо учиться, получать квалификацию. А при этом они могут говорить самые правильные слова. И вот в этом-то и проблема, потому что мы все любим страну, мы все любим Россию, но мы видим, как оттуда, отсюда народ утекает. Не из-за того, что вот он вот считает, что вот здесь как-то там неправильно с точки зрения политической, хотя есть и такие, а в основном по житейским необходимостям. Так это значит, что наша страна проигрывает конкуренцию как среда для жизни. Вот здесь нельзя реализовать нормальных человеческих условий жизни, которые уже надо реализовывать. Нет, это все понятно, что они лезут к нам. Вот к нам-то они зачем лезут? Так мы же для них среда обитания. Мы для них электорат. То есть без нас они тоже не могут? Ну, они, конечно, мы создаем валовый продукт. Мы платим налоги, на которые они, в общем-то, ездят, Соединенные Штаты. Мы это вот тот самый соль земли русской, они нам польстят с удовольствием, на которой они питаются, как олени ходят лизать соль на солончаки или травка, которую они едят. И, в общем, они считают, что это правильно. То есть они уверены, что они нас в нужный момент разведут, в нужный момент расскажут историю. Мы в нужный момент развеемся в уши и проголосуем. А если проголосуем неправильно, Владимир Евгеньевич Чуров нас поправит. Он, с другой стороны, они ведь понимают, если они отправляют своих детей, если они лечатся там. Еще раз подчеркну, ничего личного. Я их понимаю. Да, была бы у меня возможность, я бы, наверное, тоже этим пользовался. Но получается так, что здесь хребтину рвешь, чтобы заплатить ту же ипотеку, тот же автокредит, вообще содержать детей. А там все это проще решается. То есть получается, что, в общем-то, человек, который над этим всем и создал это все, он щедрый человек. Вот это я не понимаю. Чего щедрый? Это он нам позволяет... Не нам, им. Если ты лоялен, ты получишь все. Это есть коррупционная скупка лояльности. Значит, тебе позволяется, ну, скажем так, не все выплачивать в налогах, как, например, Валерий. Да? Значит, почему она так раздражена? Почему... Как наказывать стали Ксению Собчак? А мы тебе душечкой и лапушкой организуем налоговую проверку. Как стали наказывать Геннадия Гудкова? А у тебя лицензия плохая. До той поры, пока он делал себя правильно, нормально все было с лицензией. Мне глаза раскрыл один большой начальник из то, что называлось раньше зона Варшавского договора или страны народной демократии. Он сказал, что когда вот пришли люди из Москвы после войны устраивать свои правила, они объяснили простую вещь. Неважно, социализм, капитализм. При социализме, возможно, некоторые элементы капитализма, говорили умные люди из Москвы. Важно другое. Важно, чтобы законодательство у вас было организовано так, чтобы что частник, что директор государственного предприятия не мог выполнять план и не мог вести свой бизнес, не нарушая законодательство. И чтобы он знал, что он висит на ниточке, чтобы он знал, что о нем знают. И когда нам понадобится, мы его дернем. И в любой момент, когда ему говорят из обкома, или как тогда называлось там райкома, сделай то-то, он сделает. Все нормально. Контроль обеспечен. Равновесие, благополучие. Но эта система не выдерживает конкуренции с более гибкими, более эффективными. Что и доказало наш рубеж 80-90-х годов. Получается, что там, это получается по нынешней терминологии стран центральной Европы. Да, да, восточная центральная Европа. А был реализован такой лайт-вариант большевизма. У нас в стране, в нашей стране, я безусловно с вами, Дмитрий, согласен, которую мы любим. И кто бы мне что-то не говорил, очень часто можно услышать, валите отсюда. Сами валите, мне хочется сказать. А, но я же понимаю, что есть две России, они запараллельные. Они реально запараллельные. И одна Россия, не многочисленная, другая многочисленная. Вот сегодня написал себя в живом журнале, что Россия это страна победившего большевизма. Но только не того, который обещали классики марксизма, ленинизма. Нет. Это страна победившего большевизма, где человек стал никем, где интеллект изничтожался под ноль, где ты никто, а государство. Все. Может быть ультимативно, может быть жестко, но я на самом деле уже устал от вот, знаете, вот этих умнейших государственных деятелей, которые нам говорят, туда, туда, сюда нельзя. А если ты пойдешь, мы найдем, как тебя наказать. Да искать-то особенно не надо. Да искать не надо, по большому счету. Был бы человек, а статья найдется. Это советская... В чем мы убеждаемся по событиям 6 мая. Ну, а что тут сказать? Понимаете, как в некотором смысле их правота обуславливается частью одной из частей нашей государственной традиции, когда государство важнее личности. Ну, тут можно далеко копать. В принципе, это присваивающая модель государства или еще ее называют экзополитарной. Когда вот кочевники Чингисхана приезжают, грабят и уезжают, а там что осталось, то осталось. Через 10 лет нарастет, мы опять приедем, снимем, что себе положено, силовую ренту. Точно так же действовали опричники во времена Грозного. Точно так же действовали продотряды во времена Сталина, когда грабили деревню. И сейчас они в общем действуют так же. Они считают, что они вправе. Вот они силовики. Они... Нам они объяснят, что они нам необходимы, потому что они нас защищают. Национальная безопасность, оборона. А за счет этого они имеют право кормиться. Вот они в этом искренне убеждены. Мои общения с людьми, из вот этого крыла, они показывают, что да, это правильно. В общем, и более того, они говорят, что мы перестройку-то так затевали, что стало понятно, что такая полностью плановая социалистическая экономика, где производят то, что власть велит, а не то, что требуется рынку и людям, она тупиковая. Значит, надо было позволить какую-то вот толику свободы. Надо было, чтобы в 90-е годы перебродили. Появилась новая, более эффективная рыночная экономика, которую построили там всякие нехорошие олигархи. Опять-таки, активы надо было легализовать. Ну да. Правое поле. Да. Ходорковский там кто-то еще там наделали. А потом они вернулись, и под разговор об укреплении государства, об укреплении, подъеме с колен, о консолидации народа, все это прибрали к себе. Вы посмотрите, пожалуйста, первое обращение в Совет, не в Совет Федерации, а в парламент президента Путина 2000 года. Это как раз июнь 2000 года. Там примерно, где кончается первая треть документа, он говорит очень простую и очень ясную мысль. Экономики, прости, мешают три важнейших фактора. Высокие налоги, бюрократический пресс и, ну скажем так, беспредел уголовников. Для того, чтобы эти проблемы решить, надо создать сильное государство. Вот он 10 лет, 12 уже, создает сильное государство. Бюрократический пресс вдвое увеличился, количество чиновников выросло, коррупция выросла на порядок примерно в 10 раз, а силовики срослись с бандитами и крышуют бизнес точно так же, как делали это те же самые малиниевые педжакеты. Но зато встали с колен. Зато встали с колен. Вот об этом-то и прелесть. На самом деле, это картинка. Вот они эту картинку рисуют. Это картинка на стене в коморке у Папы Карла. Очаг нарисован. И мы смотрим и радуемся в эту картинку. Ну она в телевизоре. Что да, мы поднялись. А так вот, посмотрите со стороны, а где? Вот так вот. Оглянись вокруг, и ты видишь тот же самый плетень из той страны. Развитые страны. А с нашей страны Сирия, Иран, Китай, что там еще? Туркмения, Белоруссия, КНДР, то есть вернулись в тот же самый загон. Но объяснение одно. Это же там, они только и хотят нам нанести вред. Они спят и видят. Но мы же верим. Значительная часть нашего населения в это верит. И до тех пор, пока верит, эта модель работает. Модель такая вот поиска врага. Ну, не важно, какой он враг. Мадонна может быть врагом, или буржуи могут быть врагом, или пусть сирает, или олигархи. Не важно. Всегда должен быть какой-то враг, и блаженная сила, которая нас от этого врага защищает, и уже за это нас стрижет. Вы извините. То есть это их убеждение? Они искренне в это верят? Они искренне верят. И поэтому, когда, вот вы говорите, цинизм, ну, они это называют прагматизмом. Как легко они сказали, что, ну да, ну подложили мы эти амфоры Путину, чтобы он их достал со дна. Ну и что? А вы же сожрали. А мы сожрали, да? Значит, а все равно прогулки. Но не все. Не все. Изначально часть предположила, что-то не то. Патриоты сожрали. А вот кто выплюнул, тот, значит, не патриот. Тот не понимает. Политически. Это задает вопросы. Да, задает вопросы. Лишние. Того надо под лавку. Он хомяк офисный. Он, значит, слишком много о себе стал понимать. Ну, в общем, ему можно и задницу надрать при случае. А если у него бизнесок какой-нибудь, то и наехать. Вы считаете, что вот в этой системе координат власть будет идти на репрессивные методы управления страной? Беда в том, что поддержать вот эту систему невозможно без наращивания репрессий. Потому что чем человек... Невозможно. Невозможно. Человек, чем он делается богаче, самостоятельней, и чем он яснее понимает, что от его усилий зависит уровень его жизни. Не Владимир Владимирович Путин тебе купил твою машину. Ты сам на нее своим горбом заработал. Более того, ты налогоплательщик. И человек начинает отсознавать, что он налогоплательщик. Советскую эпоху он этого не сознавал. Тебе давали зарплату, оттуда же выдирали налоги в кассе, и ты получал на какую-то сумму меньше денег, чем у тебя написано в бумажке. А теперь ты условно заработал какую-то сумму денег. И ты мучительно переживая кулацкие стрессы, думаешь, что надо от 13% из этой кучи денег. Так хочется сказать, сволочь недобитая. Да. А какое удовольствие ты за эти 13% получаешь? Кроме пафосных сказок по телевизору. В общем-то никакого. Потому что стратегия обтекает, начинает работать. Твою дочную собственность, то и 6 соточек, милиция не охраняет. Тебе надо скинуться и нанять охранника. Если у тебя произошло что-то с бабушкой или с женой или с детьми, ты должен врачу заплатить. И в общем это правильно, потому что врач должен получать больше, чем слесарь-гинеколог. То есть ты платишь дополнительные деньги. Из-за образования ты тоже платишь дополнительные деньги. Спрашивается аналоги на что? Куда они уходят? Интересный вопрос. Дмитрий Овешкин сегодня у нас в реальном времени. Пишите, звоните, краткий выпуск новостей. А 19.32 Дмитрий Овешкин сегодня в реальном времени. 65 10 99 6 код Москвы 495 номер многоканального телефона финам.фм это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Юрий, можно договорить? Вы же спросили, почему, вернее я сказал, что эту ситуацию можно удерживать только усиливая репрессии. Чем больше богатых людей, ну не богатых, состоятельных. Собственно говоря, даже есть такая научная планка, которая говорит, что примерно с уровня дохода 300 долларов на нос в семье, страны в большинстве своем становятся демократичными. Так вот, если в семье, ну скажем, 300 долларов на нос, значит папа заработает тысячу, условно говоря. Ну и платит, соответственно, 130 налогов. Минимум. А еще там его работодатель платит и так далее. И вот он начинает тут мучительно думать. Не потому, что он там либерал, начитался западных каких-то ценностей, слушает Мадонну или восхищается Пусерайт. А потому, что он вот на простом житейском варианте спрашивает. Вот у меня, я машинешечку купил, а пробки в Москве. Власть, власть должна решать проблему пробок. Почему она... Дорогу, если я не могу индивидуальную построить в Москве, да? Ну естественно. По которой бы только я ездил. И он начинает гундеть, он начинает качать права, он начинает говорить, ребята, я хочу голосовать так, как я голосую. Зачем вы ставите Владимира Евгеньевича Чурова, чтобы он за меня голосовал. За мои налоги, между прочим. И он организует вот этих самых наблюдателей, которые идут на участке контролировать бесплатно. То есть они как бы тратят свое время, свои компьютеры, свои телефонные счета, свои автомобили. То есть получается, по факту, не бесплатно. За свой счет. За свой счет, да. Это то же самое. Как бы ты создаешь параллельную систему учета. Ты создаешь параллельный избирком, ты создаешь параллельную полицию для того, чтобы защитить себя. Плату медицинских услуг и так далее. Сколько можно. И он начинает говорить, ребят, мне вот то, что вы построили, не нравится. И парадокс ситуации в том, что чем продвинутее территория и чем богаче, Москва подлая, тем в ней больше гундежа. И вот, значит, здесь говорят, ага, вот эти самые офисные хомяки обнаглели. Революция норковых шуб. Мы тут в Уралвагонзаводе, значит, потом исходим, создаем России танки, а они там с жиром бесятся, и, значит, чего-то им надо непонятного. Так ситуация-то родная до боли. Точно так же царь-батюшка Николай Александрович, который известен как Николай II, Казаков приглашал из провинции подавить бунтующий Петербург. Точно так же господин, скажем, ну, Чушеску, да, приглашал шахтеров подавить возмутившийся Бухарест. Протест начинается в продвинутых территориях. В данном случае в Москве, в Петербурге, Калининграде. В Калининграде на выборах Владимир Путин набрал 47% в городе. Хотя там военных половина, да, при всем том патриотизме. И опять же, они же патриоты, они же хотят России добра. Но им вот эта модель не нравится. Они ездят в Польшу, они видят, что там лучше. Как угодно они могут к Польше относиться. Как угодно они могут относиться к либерализму. Они могут за Жириновского голосовать. Очень даже характерно для Калининграда. Но им нужно, чтобы они участвовали в управлении государством. А вот тем, которые наверху, это не нужно. Потому что мы для них, ну, вот среда обитания, как для насекомого на теле, скажем, у коровы. Но все-таки, а как нивелировать вот эту параллельность? Это возможно? Вот я очень часто в последнее время слышу от людей, да, такие реплики, что мы конкретно можем делать, да, что от нас зависит. Но вот все говорят, да, мы за выбор, да, но есть же как господин Чуров и компания. У господина Чурова ресурсы не беспредельны. Значит, вот я как специалист по выборам могу вам сказать, можно прорисовать Единой России на выборах в декабре примерно треть голосов. Реальный рейтинг где-то от 30 до 35 процентов. Им дали 49. Крику было на всю страну. И они были вынуждены вот кое-что поменять, да. Хотя, в общем-то, не советская модель-то, когда 99, и 80-х рисовали. На президентских выборах в Москве тоже фальсифицировали, но, например, убрали полностью ночной фальсификат. Это когда вот уже проголосовали, вот уже составили первичные протоколы, выдали копию, а потом переписывают эти протоколы перед вводом в систему газвыбор. А потом наблюдатель берет копию своего протокола и видит, что она расходится. И его посылают в суд. Безусловно. В суд. А суд его посылает. Идите в суд. Да. Но крик стоит на Руси великой. И это тоже что-то значит. И отвратительные западные люди начинают тоже как-то говорить какие-то неприятные вещи. И, собственно говоря, некоторые малосознательные политологи говорят, а ведь те законы, которые вы приняли, они легальны, в лучшем случае на треть. Потому что ваша доля в Государственной Думе у Единой России максимум 35%. Так вы решите, какой третью своего организма вы можете пожертвовать. Той, на которой сидите или той, которой думаете. Но в любом случае на треть две трети ваши. А вот треть из ваших законов надо было убрать, потому что они нелегитимны. Так значит, что делать? Обычному гражданину. Обычному. Обычному. гражданину. Отстаивать свои интересы. Вот идти на выборы контролёром, собачиться с начальниками в суде. Значит, если их... Просто отстаивать свой интерес. Причём, совершенно неважно, какой политической линии ты принадлежишь. Жириновец, националист, белый, красный. У тебя есть интересы, и ты их отстаешь. И, между прочим, страна так и поступает. И, между прочим, в некотором смысле власть вынуждена каким-то образом прогибаться. Хотя сейчас она напугана. А, по-моему, сейчас пошёл обратно отсчёт. Я про это ему говорю, что они будут вынуждены нагнетать ситуацию. Они будут вынуждены запугивать. Потому что понимают, что если сейчас не запугать, через год будет поздно. И вот сейчас решается проблема. Запугают, не запугают. Соответственно... Какими методами? И какими? Ну, методы примерно понятны. Новых методов они не изобретут. Методы мы уже видим. Вот что делают с Гудковым, что делают с Собчак. Но Вильский суд и Платон Лебенев. Вот. Ну, это... Вот оно же идёт моделирование. Да. Гибкое руководство, ручное управление. Борис Дитов обращается к Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Дескать, обратись, и я тебе помогу. И сегодня становится известно. Я просто с Клювгантом сегодня общался. И он мне очень несколько раз причём подчеркнул. Говорит, Юрий, я хочу подчеркнуть, да, что это не обращение самого Ходорковского. Это обращение Ходорковского на обращение Титова. Я, говорит, хочу, чтобы вот эту всю шелуху, которая может сейчас появиться в связи с этими документами, да, она была отсечена. Ну, я человек простой, я не читал обращение Ходорковского, должен признаться. Но я вижу, что происходит вот с Лебедевым. Но простите, пожалуйста, ведь это же читается на счёт два. Осенью выборы президента в Соединённых Штатах Америки. Республиканцы, которых очень не хотят видеть наши люди из Кремля начальниками Соединённых Штатов, критикуют Ромни, виноват, критикуют Обаму за то, что он затеял политику перезагрузки, чем позволил Путину укрепить свою эту модель. Но республиканцы там тоже жёстко отвечают. Карикатуру видели? Видел, конечно. Значит, маленький пас в сторону Обамы, маленький козырёчек в его колоду. Он скажет, ребята, вот политика перезагрузки Ходорковского-то. Вы приотпустили, не то, чтобы совсем отпустили, но... Вот вы нас позорили, мы вас услышали. Ну, вот примерно такая логика. То, что он отсидел... Ну, на самом-то деле, на самом деле, я думаю, что и то, что собираются сажать Геннадия Гудкова, и то, что собираются отпускать Платона Лебедева, показывает... И непонятно, что будет ещё с Алексеем Навальным. Да. Я думаю, что понятно. Я думаю, что будут принимать. Думаете. А куда деться? Он слишком опасен. И то, и другое, и плюс, и минус, показывает, что суда независимого и близко нет. Наверху решили вот этих посадить, а этих отпустить. Вот мы такую ситуацию моделируем. Дмитрий, я хочу вам сейчас процитировать высказывание одного человека. Я думаю, вы догадаетесь, кто это. Прямая цитата, прямая речь. Нужно развивать институты демократии гражданского общества свободные средства массовой информации. Точка, конец цитаты. Ну, это может быть любой. Это может быть и Путин, и Медведев. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Брифинг после совещания позавчера в Ленинградской области. Хочу услышать комментарий. Ну, это и есть то самое расхождение между заявленными ценностями и реальной практикой. А зачем он это произносит? Ну, зачем он это произносит? А если он скажет, что нужно завинчивать гайки и сажать вас, хомяков, там, чтобы вы с тройкой ходили. И разогнать все СМИ. И разогнать все СМИ. Как он будет выглядеть? Тут надо просто понять, что есть политические заявления, а есть шум морской. Вот это шум морской. Это надо просто пропускать мимо ушей и понимать, что человек должен это говорить. Ну, как-то вот хочется к словам господина президента так по-взрослому, по-серьезному относиться. А вот это не надо. Не надо. Не надо. Потому что господин президент человек несвободный. Он даже если бы хотел, может, он и вправо так думает. Но он связан обязательствами... Хорошее предположение, да? Может, а почему нет? Но он связан... Человек-то он хороший, да? Да, но он связан корпоративными обязательствами. Вот та самая система скупки лояльности, она подразумевает, что он этим своим людям, верным опричникам или еще как их угодно назовите, должен давать право первой ночи, право первого рубля, право первого выезда, или они его будут перестанут поддерживать. Ну, вот самый простой вариант возьмите Чечню. Ну, вот понятно, 2 миллиарда долларов в год туда закачивают из федерального бюджета. Прекрасно понимаешь, что значительная часть этих денег разойдется по тамошним натаблям, да, начальникам местным, и Кадыров лучше знает, кому сколько давать, чтобы никто не ушел в лес, чтобы все были довольны и так далее. Потом накупленные на эти казенные деньги красивых больших автомобилях дети этих людей приезжают в Москву и здесь ведут себя как хозяева жизни, что вызывает вполне естественное осатанение у всех прочих граждан, у которых нет таких пап, которым по 2 миллиарда долларов в год закачивают в их маленькую замечательную республику. Теперь, что делать с Чечней, если остановить коррупцию? Половина тамошних боевиков, Нукеров, которые никакому российскому законодательству не подчиняются, а лично подчиняются Кадырову, а он их за это кормит, а кормит их за федеральными деньгами, а федеральные деньги отмываются и так далее, и так далее, они уходят куда? Или в лес, или еще что-то, или они начинают опять сепаратизм, или они что-то устраивают в Москве. Невозможно. То есть, можно поговорить про борьбу с коррупцией, но бороться с ней ни в коем случае нельзя, потому что это система, на которой держится вот эта модель государственности, в которой мы живем. Ну, то есть, так же, как и господин президент, вот говорить там об институтах демократии, свободных СМИ. Ну, конечно, поговорить можно, язык-то ведь он без костей. Ну, как вот, институты демократии, а НКО у нас теперь вражеские агенты, да, значит, а институты мы укрепляем. А сами авторы этих законопроектов с удовольствием направляются в Соединенные Штаты. И учат их демократии. И учат их демократии. И господин Чуров тоже с удовольствием поучат американцев демократии. Все правильно. И мы должны ему аплодировать, потому что он патриот. А еще он глубоко верующий человек и в свободное от работы время одевает богослужебный стихарь и верующих учат добру, справедливости, нравственности и так далее. А власть-то какая у нас в России? Глубоко нравственная, патриотичная, и мы должны ей гордиться. А куда вы денетесь? Любящая Запад. Ненавидящая. В душе. Ну, это в душе. Завидующая. Но имеющая возможность туда поехать. Чужая душа потемки. Политолог Дмитрий Орешкин сегодня у нас в реальном времени. Это, конечно, смех сходит слезы. Сразу после краткого выпуска новостей ваши письма и звонки на 65 10 99 6 код Москвы 495 и финам.фм. А в 19.47 продолжаем наше общение с политологом Дмитрием Орешкиным. 65 10 99 6 код Москвы 495 номер многоканального телефона финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Михаил пишет. Добрый вечер. Абсолютно прав. Ваш гость. Это власть не для среднего класса, а для, простите, я пропущу все-таки это слово. Спасибо, Михаил. Я догадаюсь. Патерналистов и силовиков. Да, за эфиром скажу потом, Дмитрий. И ближнего круга, конечно. И это тупик. Да, Юрий, это безнадега. Вот понимаете, я действительно очень часто в своих высказываниях позволяю себе это, как мне представляется, очень емкое русское слово безнадега, да. То, о чем вы, Дмитрий, говорили, если в рехе 90-го у всех была надежда на будущее, времена действительно были тяжелые. Реально тяжелые. Ну, кто ж спорит. Да. Но думали, что вот оно придет, да. Оно придет. Не пришло. Нет, оно пришло, просто оказалось не то, которое ожидалось. Честно говоря, вот стараясь быть объективным, я думаю, что это неизбежно. Неизбежно что? Вот откат к бывшим советским ценностям, возврат вот к этому. Неизбежно. Почему? Потому что номенклатура оставалась, и всегда после резких изменений общество, напуганное ими, не готовое адаптироваться к ним, поддерживает такие реставрационные изменения, скажем так. Но мы же ведь... Ну, значит, надо было коленом железом выжигать. Нет, не надо. Не надо. Я думаю, что просто все идет волнами. Вот прошли туда, слишком далеко, государство развалилось, травма чудовищная для людей, великая страна была, распалась. Там все забыли, что ты в этой великой стране получал 200 рублей деревянных и стоял в очереди за тетрадками, за едой. Это все осталось. А воспоминания такие хорошие остаются. Травма. Значит, когда приходит человек и правильно начинает тебе говорить, очень правильно с точки зрения пиара, восстановить порядок, там, укрепить державу, подняться с колен, поставить на место Соединенные Штаты, мы начинаем аплодировать. Потому что у нас в голове вот эта модель сидит. И есть так называемый классовый намокатурный интерес. Вот он осознанно понимал, что надо захватить в новой экономике, которая приносит гораздо больше валового внутреннего продукта, чем в советские времена. Надо это опять взять под контроль. Крайне прагматичная прагматичная штука. Но сама вот эта экономика, по мере того, как население богатеет, формирует новый запрос общества. И этот запрос так или иначе перед властью ставится. Никуда не денешься. Вот запрос новый. У человека, у которого нет автомобиля, нет душевной травмы от машин с мигалками. Ну, ездят они мимо и ездят. А человек, который есть автомобиль, он начинает себя чувствовать уязвленным. Вот он ставит в пробке, они мимо шуруют. Да, то есть это абсолютно... А ты как идиот ждешь. Ну да. Ждешь, ждешь. Это от того, что ты купил машину. Это от того, что ты хорошевато стал жить на самом деле. Зажрались однако. В некотором смысле, да. То есть, вот если уж совсем возвращаться, то надо всем по рогам и Северная Корея, чтобы все ходили с троем и боялись не получить свою чашку риса. Да вроде как внучок ты оказался не тот. Пока, да? Такая информация скупая оттуда поступает. Это беда, потому что это значит, скоро у них это государство развалится. Мультики американские любят. Да. И на самом-то деле страшен не авторитарный режим, а то, что после него наступает. Это правда. Потому что вот убери Лукашенко из Белоруссии и там такое сейчас начнется. Потому что ибо он все замкнул на себя. Вот он единственный центр, который всем управляет. Альтернативных институтов нет. Не на что переложить вес. И у нас ситуация сейчас вот близка к этому. Кто-нибудь верит парламенту? Кто-нибудь верит в суд? Кто-нибудь верит в Центру избирокому? Ну, верит отдельно. Владимир Евгеньевич Чуров, например, наверняка верит в Центру избирокому, а я нет. На что переложить вес государственного управления, если эта система рухнет? Но они же об этом не думают. Какова система сдержива противовесов? Никакой. Я даже не вижу. Просто все замкнуто. Есть персона. Да. Опять же, в лихие 90-е эта система была. И мы в 99-м году на выборах имели три сильные конкурирующие, ну, скажем так, группы. Лужков-Примаков, Зюганов и Путин-Верезовский. И выиграл Путин-Верезовский тогда на выборах. Причем они были относительно честные, потому что и у тех, и у тех было достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать контроль. А сейчас таких сил нет. Ну что, Миронов, что ли, со справедливой России? То есть они загнали себя и нас тоже заодно в тупик. Но этот тупик раньше или позже кончится. И здесь вопрос не в том, что делать с Путиным или с кем-то еще. Вопрос, что делать после Путина. Вот как-нибудь он уйдет раньше или позже. Я думаю, что довольно рано он уйдет. И уж точно когда-то он уйдет. Ну, безусловно, да. И вот как бы создать вот эти институты, которые при уходе одного, чрезвычайно важного, любимого, нелюбимого, ненавидимого, подхватят. Удержат страну. Вот я этих институтов не вижу. И наоборот их целеустремленно убирают, потому что правильно Путин говорит? А где оппозиция-то? Покажите мне оппозицию. После того, как он сам ее 10 лет убирал. А кто оппозицию Лукашенко? Покажите ему там оппозицию. Соответственно, выбора нет. Хочешь, голосует из Лукашенко, не голосует из Лукашенко, все равно он останется. И пока эта вся система целиком не грохнется, вот целиком, как Советский Союз, он же грохнулся целиком, когда коровы перестали доиться, хлеб перестал родиться, население тоже перестало размножаться, ну и так далее. Уже было понятно, что тупик. И институтов не было. И Коммунистическая партия, как бы изображая этот институт, на самом деле решала там внутри себя, кто прав, кто виноват, кто останется при руле и прочее. Вместо того... В результате потеряли страну. Ну, в некотором смысле, да. Я думаю, что может быть, и можно было выбраться из этой ситуации помягче, но учитывая, что все уже было сожрано до нас, все было украдено до нас, в казне там крыса на поводке, не было денег даже оплачивать поставки хлеба. И та сдохла в последний момент. Ну, ладно, что вспоминать, давно было. Но сейчас мы идем к этому. Так, значит, пример, в ослабленной форме, лайт форма, ну, понятно, да? Значит, у нас же некоторые есть, ну, скажем, иммунитет. Вот те же самые города, они начали протестовать. И это очень хорошо, потому что хочешь, не хочешь, а вынужден это учитывать. Горячо любимый господин Якименко создает партию рассерженных горожан. Ну, дай бог ему удачи и ветер в пороса. Может, найдется кто-то, кто ему поверит. А на самом деле снизу мучительно формируются какие-то альтернативные структуры. Им бы надо помочь по-хорошему, да? И президент говорит, что надо создавать альтернативные. Что он там сказал? Свободные СМИ, институты демократии. Вот, вот, вот. Он и создает. Нет, я просто, когда услышал эту реплику, я тут же написал у себя в блоге об этом и написал такую фразу, что пусть теперь хоть одна падла попробует сказать нечто другое. Демократия, свобода СМИ и так далее. Владимир Владимирович Путь, как говорил Медведев, мои слова отлиты в гранит. Ну, он же говорил, что свобода лучше, чем свобода. Но, опять же, это отдельное пространство слов. Это правда. И есть реальный, реальный, сиюминутный интерес людей, у которых есть реальные политические ресурсы. И они гораздо важнее, чем наши интересы. До той поры, пока мы свои интересы не научимся отстаивать. Вот мы сейчас их научаемся отстаивать, как умеем. А нас научаются загонять под лавку. С обратной стороны, да. 65 10 99 6, код Москвы 495. Давайте телефонные ваши звонки. Дмитрий Орешкин сегодня в реальном времени на Финам ФМ. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван. Вот мне вспоминается одно событие. Одно громкое, это манежка. Помните, 11 декабря? Конечно. И второе, не такое громкое, это, по-моему, когда пару месяцев в Казани пытались снять ваххабитского имама в мечете Кул-Шавиф, приехало 100 бородочейцев в Казани, и имама поставили обратно. И как бы обе вот эти группы, которые там митинговали, можно так сказать, они добились своего. И это, в общем, наводит на мысль, что наша власть, она как дворовый год не боится только грубой силы. Да, спасибо. Ну, Иван, вы процитировали Иосифа Виссарионовича Сталина, который... Может быть, даже неожиданно для себя. Да, сказал в беседе с господином Черчиллем, кажется, это был 42-й год в Москве, азиаты понимают только силу. Поверьте мне, я сам азиат, сформулировал он такую позицию. Власть, особенно наша, она действительно понимает только язык силы или конкретных проблем. Вот деньги пошли из страны. Уходят деньги из страны. Это они понимают. Надо что-то делать. Они понимают, что нужно создавать этот инвестиционный климат и так далее. Но только когда дитя не плачет, мать не разумеет. Зареный петух не клюнул, гром не грянул. Просто мы сейчас уже находимся в той стадии, когда гром начинает громыхивать, петух поклевывать, а дитя плакать. Вот надо это продолжать. Это отстаивать свои интересы. Ничего сверхъестественного созидать не надо. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло, меня зовут Ксения. Да, Ксения. Матва. Вы знаете, у меня такое мнение, что в нашей стране не просто все под коррупцию, а это глобально. Вот я работаю в российском банке, который благополучно в прошлом году съел французский банк. и даже в банках везде действует очень плотная коррупция в плане должности. Ты никогда не поднимешься вверх по лестнице, если у тебя там не знакомых. Да, спасибо, Ксения. Ксения, ну так вот, мы же с вами об одном говорим. Коррупция сейчас механизм поддержания вот этой модели государства, которая называется вертикаль. Ну, умные-то люди говорили еще в 2003 году, чем больше чиновников, чем больше вот такого менеджмента, чем больше ручного управления, тем больше коррупциогенных сфер деятельности. Никуда от этого не денешься. Везде так. И те, кто говорят, что в Беларуси нет коррупции, глубоко заблуждаются, потому что там просто один самый главный коррупционер, который на себе все замкнул и деньгами распоряжается так, как он считает нужно. Кстати говоря, и при Сталине такое было. Он был самым крупным капиталистом в мире, обладал одной шестой частью суши и еще там вот этой самой зоной Восточной Европы. И когда он строил себе личное метро от офиса до ближней дачи, это была государственная стройка, хотя пользовался и один товарищ Сталин. Но мы этого не хотим, вернее, те, кто его любит, не хотим с этим согласиться, потому что он носил стоптанные сапоги. Но он настолько был богат, что ему можно было ходить в стоптанных сапогах. Это Дмитрий Орешкин в реальном времени. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Максим. Максим, если можно, лаконично, добрый вечер. Да, добрый вечер. Никуда эта власть не денется. Тоже самое Ксения Сорчак. Напомните, где сидит ее мама? Угу. Так. Никого никуда не берут. Наша власть просто ищет выходы, как сказать, знаете, как вот капусту маринуют, идет сок. Вот через этот сок. И будет этот сок, будут эти же люди. И такие же Моисеи поведут нас еще лет сорок. Да, что ты, Максим? Ну, я дольше, у Максима молодой голос, я думаю, что я дольше живу в России, поэтому, честно сказать, на самом деле, был достигнут в моей жизни очень большой прогресс. Если бы 30 лет назад мне сказали, что я буду на радио говорить то, что считаю нужным, или зайду в книжный магазин и куплю книжку, которую считаю нужным, или могу взять, сделать по-личному, заказу кого-то, какую-то работу, за которую мне заплатят, не от государства, а вот так, помимо этого государства. Вы бы не поверили. Я бы не поверил. Так что еще лет несколько, и я думаю, вы увидите перемены. Другой вопрос, какие эти перемены будут. Я сильно опасаюсь, что, поскольку этим ребятам уходить по-хорошему нельзя, они будут уходить по-плохому. А уходить по-плохому можно очень и очень скверно. Вот перед глазами премьер господина Милошевича, который тоже был, кстати, миллиардером, и когда страна начала из-под него выворачиваться, он затеял маленькую победоносную войну, которую проиграл, и в результате страна развалилась, и несколько десятков тысяч человек положили. Ну, герой, герой, что тут и делаешь. Спасибо огромное. Дмитрий Орешкин. Реальное время. Финамофа.